А закончим мы этот трехсерийный кленовый натюрморт до неприличного роскошно. К огромному счастью до сих пор попадаются, будем так говорить, варианты, которые вводят в ступор и производят неизгладимое впечатление. Данные три штуковины, принадлежащие Андрею, которого я искренне поздравляю. Мои сердечные приветы и пламенные салюты это, не знаю, просто эти штуки вводят в некого рода ступор, поскольку, так чтобы вы правильно понимали, с каждой из этих бритв, не знаю где и у кого они хранились, но они были покрыты все смазкой. Эта смазка высохла, она таким каким-то серым налетом, она легла на клинки и все, в плане каких-то структурных изменений. Эта легкая патина, которая не то, что там мешает как-то, она добавляет вот этого шарма, вот эти монстры. Тут куда ни плюнь попадешь, я не знаю, но вот смотрите сами, с первой ночи, так чтобы не кривляться долго. Вот прошу обратить внимание оправа какая. Единственный вот мелкий нюанс, она имеет такую микротрещинку. Вот во всем остальном, я не... это просто кошмар. Посмотрите какой колбор, состояние. Никакой жучок, ни долбанный паучок, ни зубы свои даже близко не прикасались. Это у нас славно известный старший Дюма номер 32, в размере 15-16. Вот эта патинка. Прошу обратить внимание грани, все острое. Все везде красивое, следы паковочки. Андрею отдельный пламенный привет. Вот состояние. Полнейший клин. Бритва настолько тяжелая, что я так начал переживать, что сломают мне руку, в конце концов, в заточной сессии. Безукоризненные стали во всех трех случаях, хотя бритвы производителей разных. К этому мы еще вернемся. Там будет отдельное слово относительно того, как кто к делу подходил. Но результаты потрясающие. Потрясающие результаты. Безусловно, это редкость. В наши времена это троекратная редкость. Стать обладателем вот таких штук в таком состоянии, поскольку рынок не увеличивается, а скорее наоборот. Ну ладно, продолжим. Опять же таки оправа вызывает неподдельный интерес. Отдельный неподдельный интерес вызывает то, что оправа это имеет клинышек из свинца. Несмотря на то, что сама бритва она французская. Мы будем так ее называть. Это у нас юмористически назовем это Федор Нанцкий. Я не знаю, что это был за парень, но отталкиваясь от того, насколько это роскошное, здоровенное и тяжеленное решение, Бубенчики у парня были такие, что он находил из стойки полного шпагата. Опять же таки, прошу обратить внимание. Все грани. Я сначала подумал, что вот здесь выборка, вернее не выборка, а вот это ребро обратного спуска к вершине опуха, что, кстати, заканчивается, но это надо вот так показать, наверное, чтобы было понятно. Супер тяжелая штука. Я подумал, что был какой-то хон износик вот здесь на ребре. Однако посмотрел рисунок вот этих рисок заводских, безусловно, он и здесь присутствует. Поэтому эту мысль я отбросил сразу. Опять же таки, все переходы. Ну, тут можно любоваться, конечно, до бесконечности. Вот жучок какой-то супер шустрый проник. Ну, и здесь супер мелкие недочеты. Но опять же таки, ну, вы посмотрите. Это вообще какое-то. Такое ощущение, что вот эта она поменьше будет размером, чем эта. Она там, по-моему, 6 восьмых подбирается, наверное, 13-16. Ну, она, я не знаю, тяжелюче. Вот размер, как бы толщина обуха. Федя, конечно, дал жару, безусловно. Ну, вот как определить, какая из них лучше и какая круче. Даже сейчас вот эту руку крутит туда, наружу. В два слоя изоленты и слой ленты каптоновой бритвой я точил. Поскольку, опять же таки, когда они приехали, вот так вот я даже пальцем проверил, дабы убедиться о том, что фаски рабочей нет. Ее там действительно нет, потому что палец, как ни странно, целый. И вот она третья. Крестик какой-то нарисовали. Какой-то милла, депоуз. Как бы тоже не нандский. И вот такая вот приписочка. Если бы эта приписка принадлежала бы кистям каких-то английских мастеров, они бы столько тут петухов нарисовали, вплоть до... Вот написали бы на каждом пене, что это индийская сталь. Fine India Steel. А эти клоуны французские взяли, мало того, что написали вот это вот такое, как на заборе нечто пишут. Написали здесь, так еще и вверх ногами, прошу обратить внимание. То есть они абсолютно англичан доглассировали. Вот они вот как кот смеха. Тем временем, прошу обратить внимание на форму самого Эрля. Это еще доисторические вот эти приемы, такие ромбовидные. Делать Эрли. Что, кстати говоря, очень хорошо показывает себя в хвате, как бы это странно не звучало. Есть, как по-русски, я не знаю, джимпингс. Вот эти насечки, будем их так называть. Это, кстати, тоже клин. При всем бредом вот такие фасочки. Одним словом, сколько языками можно до второго пришествия. Невероятно роскошные штуки. Старые, новые, старые, роскошные штуки. Мои искренние комплименты и поздравления Андрею как владельцу. Что тут добавить? Оправа, посмотрите. Ох-ох-ох, красотища. Ладно. А это же человек сидит, ждет. Так что особо мы, конечно, тут разбазаривать не будем. Моментально покую и отправляю. Андрею пламенный привет. Всем удачнейшего дня. До скорых встреч в эфире. Пока. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...